Добрый вечер, 20 часов и 5 минут, 4 минуты, пардон. В эфир радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. И, как всегда, в понедельник я начинаю программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших неделей месяцев. Герои прошлой и нынешней недели – это два губернатора. Губернатор Псковской области Андрей Турчак и губернатор Коми, объявленный ныне главой преступной группы Вячеслав Гайзер. Вот, собственно, об этом мы и будем говорить в студии «Эхо Москвы». В студии «Эхо» общественный деятель, в прошлом депутат Государственной думы и министр в правительстве Черномырдина и Кириенко. Правильно я помню? Ирина Хакамада, Сергей Смирнов, главный редактор медиасайта «Медиазона», Максим Трудолюбов, редактор отдела мнений газеты «Ведомости». Добрый вечер. Добрый вечер. И Сергей Соколов, заместитель главного редактора «Новой газеты», вы возглавляете еще и отдел расследований. Правда, Сереж? Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, мы назвали тему нашей передачи «Чрезвычайно оригинальный беспредел власти». И если у этой власти хоть какие-то уже моральные барьеры, я напомню вам, что на прошлой неделе газета «Коммерсант» опубликовала интервью с женой исполнителя, или, как предполагает следствие, заказного покушения на убийство журналиста Олега Кашина. В этом интервью губернатор Псковской области назван заказчиком убийства журналиста. Якобы имеется аудиозапись, которая вроде бы это подтверждает. Конечно, презумпция невиновности, конечно, признать его преступником может только суд, но тем не менее в «Национальной газете» сделано такое заявление. После этого мы ожидали, что губернатор Псковской области будет вызван на допрос или на опрос в Следственный комитет. Не случилось. Думали, что, может быть, он подаст в отставку на время следствия. Тоже не случилось. Узнали, что Турчак полетел в Сочи, где находится президент Российской Федерации Владимир Путин. Думали, что, может быть, Путин его отправит пока в отставку или как-то. Опять ничего не случилось. Губернатор Турчак вернулся, значит, в Псковскую область и поблагодарил замечательную советскую, ой, поздите, российскую интеллигенцию, которая приехала на довлатовский фестиваль за то, что... За поддержку. За поддержку. Поразительная, мне кажется, какая-то история, нет? Сергей Сколов. Вот у вас есть понимание, почему власть стреляет сама себе в ногу, и в то время, как каждый день идут пикеты у Следственного комитета, и все, о чем говорят журналисты, допросить. Ну, допросить хотя бы, ведь в национальной газете его впрямую обвинили в том, что он заказчик. Олег Кашин видел материалы дела. Он утверждает, что в материалах дела содержится информация о том, что господин Горбунов, который возглавлял службу охраны предприятия, владельцами которого являются братья Турчаки в Санкт-Петербурге, является организатором покушения, ну, недоубили Кашина, так мы понимаем. И опять ничего не происходит. Ваше объяснение, что происходит? Ну, очевидно, просто голова одна, ног много, можно стрелять сколько угодно, но я бы продолжил этот ряд. С другой стороны, мы имеем губернатора Ярославской области, который был стремительно допрошен буквально через два дня после убийства Бориса Немцова, и ничего не случилось. Но при этом глава Чечни так допрошенной не был, по одному и тому же делу. Мы имеем арестованного губернатора Сахалина, который, очевидно, свои бриллианты собирал не один год, и мы понимаем, что не нужно было ссориться с начальником ФСБ, тогда бы, может быть, никого-то не арестовали. Здесь, очевидно, есть какие-то внутренние подоплеки, которые никаким образом не связаны ни с факторной частью уголовного дела не с правовым основанием применения того или иного закона. Есть общественное мнение, которое, чем сильнее возмущается, тем меньше у него хочется реагировать, и если ты приорегируешь на общественное мнение, то означает, что ты склонился перед его силой, а это неправильно, это не по понятиям. А с другой стороны, есть люди, которые, очевидно, где-то кому-то перешли дорогу. То есть здесь искать какой-то единого ответа на вопрос не стоит, это внутренняя, на мой взгляд, внутренняя возни. Одни люди имеют какую-то временную и семиминутную ценность для того, чтобы поддерживать существующую систему сдержек противовесов, а другие уже в силу разных причин либо нарушили эту систему сдержек противовесов, либо помешали чему-то и кому-то. То же самое, как, мне кажется, и в деле с арестом всей верхушки Республики Коми. Слушайте, на самом деле, такой ОПС, на мой взгляд, можно собрать за полгода в любом субъекте Федерации. Было бы желание. Значит, у кого-то желание возникло. ОПС – это организованное преступное сообщество. Сообщество. Отличается от ОПГ, что там существует еще финансовая составляющая, и делится как бы на два фрагмента. Непосредственно преступные товарищи и люди, которые регализовывают деньги и занимаются там отмойлом и всем остальным. А власть когда поняла, что в Кове организованы преступные сообщества? Совсем уже недавно вроде и выборы там были, и как-то... Так я предполагаю, что и знали всегда. А что тогда случилось? А вот тут надо разбираться. Тут надо разбираться, нет фактурной части. Так, Сергей Смирнов, что скажете? Что у вас, вам с зоны пишут на эту тему? Ну, только приехали, соответственно, да, люди из Кови, поэтому пока, я думаю, ничего не пишут. Мы узнали о том, что сегодня губернатор отказался сотрудничать со следствием. В общем-то, вполне себе разумно, как лидер преступного сообщества себя ведет, отказываясь сотрудничать, но другие при этом сотрудничают. Такой действительно беспрецедентный арест. Уж больно много. Практически, ну, знаю, вычистили практически всю верхушку Кови. И вообще непонятно, кого ставить на республику. Комментарии пресс-службы о том, что у нас ничего не изменилось, конечно, вызывают крайнее удивление. Вас арестовали практически всю элиту, а у нас ничего не изменилось, у нас все хорошо управляется. А если возвращаться к делу Кашина и этой истории с избиением Олега Кашина и отсутствием действий, хотелось бы уточнить по поводу допросить Турчака. Турчака-то все-таки допрашивали уже по делу Кашина, правда, это было очень-очень давно, аж в 2010 году. То есть, допрошен-то он был. То есть, он даже, я думаю, вполне могут над этими лозунгами их читать и смеяться, и говорить, ну, мы же допросили уже давно, вот он допрошен. Так что, я думаю, конечно, допрос... Слушайте, но согласитесь, он, может быть, допрошен был 150 раз после непосредственно нападения, поскольку это была одна из версий. Но сейчас, еще раз, в «Национальной газете» появляется интервью, в котором впрямую говорится о том, что он является заказчиком. До этого появляются, значит, заметки самого Кашина, который знаком с материалами дела. На предыдущей неделе человек, которого называют организатором этого преступления, и который находился в СИЗО, значит, сначала его вроде бы собираются содержать в СИЗО, потом снимается следователь по делу, назначается новый следователь по делу, и за человека пишет ходатайство глава Ростехнологии господин Чемизов, что тоже само по себе все очень интересно, и после этого человека тоже выпускают из СИЗО. Я не понимаю. Ну, нет, это я не понимаю, Сереж. Ну, знаете, если раньше у нас трепетно относились к заказчикам, ну, как-то вот они не находились постоянно, да? Ну, вот сейчас посадили заказчика по делу Старовойтовой, да? Да, тем не менее, да, мы можем сюда и дело Домникова нашего вспомнить, но, однако, абсолютное большинство других дел, касающихся оппозиционных политиков или журналистов, остались без заказчика. Как бы фигура Абреса ее известен, но туда никто ногами не ходит. Теперь-то более страшная тенденция появляется, когда люди, которых подозревают в организации преступления, становятся недоступными для следствия. Взять того же Руслана Геремеева по делу Немцова, который, скорее всего, вернется работать на прежде должность в батальон «Север», и человека, которого впрямую называют другие задержанные господин Горбунов, ну, мог бы с ним. Я даже не беру то, что заказчик или не заказчик. Мы имеем в виду три фрагмента, да? Покушение на Кашина, было-не было похищение самого Горбунова и 222-я незаконный оборот оружия, да? В двух схронах обнаружено столько всяческого стрелятного приспособления, что можно взять аэропорт Луганска с разбега просто, да? Фактически, мы уже говорим не ОПС, а незаконное оружие на формирование. Но ведь дела дробятся на мелкие составляющие, не сменяются никаким образом. Следовательно, в этой истории люди, которые могли быть организаторами, тоже кому-то слишком ценны. А вот это уже пугающая тенденция, когда не только заказчик социально близок к власти оказывается, но и тот, который как бы этого заказчика обслужил. Максим Трудолюбов, что думаете? Что газета «Известия» знает? Почему, например, Евгений Самулов, оксинатор от КОМИ, который был арестован в субботу, он, оказывается, был членом Совета директоров холдинга «Ленинс» одновременно с Турчаком? Ведомости, ведомости, Евгений Марковн, не «Известия». Да, «Известия», этого не может быть. Ну, конечно, у меня аберрации, потому что я сама много лет работала в старых «Известиях», но, конечно, ведомости. А я сказала трудолюбой, ой, кошмар какой-то. Это не простите. Ну, смотрите, вот вы говорите, что там в «Коммерсанте» опубликовано, что-то в интервью сказано, но мы же тут уже давно работаем, кто в «Известиях», кто в «Ведомостях», и всё время что-то публикуем непрерывно. Там ведомости столько всего публиковали, что должен быть целый стеллаж уголовных дел по результатам, но как бы их никогда не было. Нет, но ваша всё-таки гипотеза. Это общие слова, Макс. Нет, нет, они не общие. Я закончил. Это вообще потому, что мы не сто раз говорили, власть не реагирует на протестации СМИ. Да, да, но это принципиально. Она не просто не реагирует, она так устроена, чтобы не реагировать специально. То есть, как бы задача СМИ в том, чтобы… Ну, потому что всё, что извне приходит, так система устроена, она как такой шар. Всё, что извне в неё стучится, неважно совершенно, это американский госдеп или газета ведомости, оно как бы заведомо обречено на то, чтобы как раз этот сигнал не должен быть принят напрямую, прямо, как бы за чистую монету не должен быть принят. Нужно будет создать своё что-то, свою газету, свою общественную организацию, ещё что-то своё, там, как вот, не знаю, Народный фронт сделали, чтобы он как бы выполнял роль какого-то коллективного наблюдателя, такого как бы псевдо-Навального, который следит за теми же губернаторами, потом они выходят и говорят, что это мы вскрыли, там, какие-то преступления, там, расходы и так далее. Вот. То есть это, мне кажется, принципиально. А версий у меня нет, потому что нет фактов, откуда взяться версиям. Собственно, это арест Гайзера, наверное, это большое достижение правоохранительной системы, потому что они как раз смогли сделать так, как они мечтают всегда это делать. У нас за коррупцию арестовывают? Главное, что это было не публичное. У нас для этого тогда надо просто арестовать половину страны, я бы сказала. Нет, ну, главное, что это стоит кому-нибудь, не обязательно ведомостям, кому угодно написать, где-то охранная грамота на год, на два, а потом арестуют, может быть. Понятно. Не очень я это поняла. Ну, хорошо, мы к этому вернёмся. Ирина Хакамада, ну, вы работали в исполнительной власти, в законодательной власти, при старом режиме, как принято говорить, ну, конечно, не при царе, но при царе Борисе, да? Вот смотрите, значит, был арестован представитель госсовета Коми Игорь Ковсель 19 сентября, а 13 сентября он был переизбран в этот госсовет. Это что, такая вот, вот, чекисты такую операцию прикрытия, что ли, проводили? Ребят, как это всё может быть? Мы говорим о том, что люди, которые вполне были членами Единой России, возглавляли, значит, огромный регион, входили во всякие государственные структуры и так далее. Вот ещё там неделю назад с ними всё было хорошо, а потом вдруг они стали организованным преступным сообществом. Ирина Цонна, как это может быть, а? Ну, я думаю, что влияет два основных фактора на такие события. Один фактор политический, другой фактор рыночно-олигархический. А политический фактор начинает работать внутри этой хаосной системы, а она нестабильная, она на самом деле очень хрупкая, если так по талебу выражаться, то она хрупкая, да? При всей укаженности такой массивности. Начинает активизироваться перед выборами, причём не только перед президентскими, но и парламентскими. Почему? Потому что Единая Россия, несмотря на все победоносные региональные победы, она, в общем-то, понятно, слабовата в условиях экономических трудностей. И поэтому Народный фронт, который пойдёт по кругам, и где собраны более молодые и более яростные, будет, в общем-то, обеспечивать конкуренцию. А Народный фронт, за ним стоит ли образ Путина? Единая Россия – это Медведев. Поэтому для того, чтобы Народный фронт выступил красиво, нужно показать, что не только Навальный серьёзно борется, да? Но и это делает сама власть, чтобы улучшить её имидж. Почему? Потому что внешние войны, как кто-то из мудрых сказал, чуть ли не в вашем журнале это процитировано, а может быть, я уже в интернете, я уже запуталась. В общем, внешняя война никогда не приводит к миру внутри. Она приводит к короткой консолидации, но ею пользуются коррупированные элиты, и пока народ консолидируется на войне, внутри идёт полная разнозданность. Поэтому чисто политически наступает момент, когда необходимо в короткое время создать атмосферу самопринуждения или под влиянием страха элиты к меньшей коррупции, в связи с тем, что количество денег в стране сжимается страшно. И поскольку весь рынок устроен за счёт бюджетных средств и бюджетных связей, он фактически монополизирован олигархическими структурами и госкорпорациями, то воровство в огромных масштабах уже не выдерживает сама экономическая ситуация. Вот это вот политический фактор. То есть, с одной стороны, показать, что есть борьба, а с другой стороны, принудить, чтобы привели себя в порядок. И я думаю, это только начало. Дальше будет ещё много всякого и разного. Это, кстати, очень похоже на то, что сейчас происходит в Китае. Потому что в Китае, как только просели рынки и у них появились экономические трудности, несмотря на непопулярность мира, сегодня китайская элита сажает, 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 потому что коррупция начинает угрожать просто экономике. Ну, не поэтому же. Мы же понимаем, потому что там идёт консолидация власти в руках нынешнего председателя КНР. Одна из гипотез, что он собирается проводить... Им необходимо провести реформы институциональные, а это невозможно в авторитарных государствах, если нет концентрации ресурсов, властных ресурсов. Да, и концентрация эта происходит, причем с помощью и посадок. Теперь берём фактор нерыночный, в смысле неполитический. Неполитический фактор, я так думаю, он связан с тем, что когда элита расслаблена, когда она решила за все эти годы процветания, что за абсолютную лояльность она, в принципе, ненаказуема, особенно если она её демонстрирует в самой жёсткой форме, эту лояльность в самые тяжёлые времена, совершенно не сомневаясь, что за это она получает в обмен, значит, карт-бланш. То там активизируется борьба, борьба кланов. Поэтому если взять Сахалинскую область, где губернаторы арестовали, если взять Коми, то вот эти два региона, они вообще-то, да, если взять ещё проблему с башнефтью, вспомнить, да, это же всё очень богатые регионы. Там огромное количество ресурсов, там и нефти, и дерево, и, в общем, я не помню, какой-то большой список, чего там только нету. И, конечно, идёт обострение борьбы. И борьба идёт не на жизнь, а на смерть, в том числе я использую лоббистские связи в правоохранительных органах. Почему? Ну, потому что это как бы последний вздох. Нужно всё-таки пользоваться моментом, потому что чёрт его знает, что будет дальше, потому что дальше всё очень плохо, поэтому нужно забирать. И тут может вылезать и торча. Кто его не видно, то вдруг начинается публикация. Кому нужен этот кашин оппозиционный, кто будет о нём заботиться вообще, кому нужен маленький оппозиционный человек в России. Поэтому вся вот эта шумиха связана, я думаю, с какой-то вот подпольной борьбой экономических около государственных, около бюджетных группировок. И моё наблюдение за все эти 15 лет за властью состоит в следующем, что все люди, которые находятся в региональной и высшей элите на руководящих постах, на них, на всех всё есть. Если на этого человека ничего нет, то он там никогда не появится, потому что система выстроена в виде круговой поруки и абсолютной хрупкости. То есть ты в любой момент вытащат из-за стола и положат тогда, когда нужна будет ситуация. И все об этом помнили, а потом чуть-чуть забыли. А сейчас, когда экономика сжалась, когда действительно у неё очень мало перспектив роста, когда Минфин всё больше кричит и опирается на самый негативный сценарий, угрожая 30 доллами за баррель, по-моему, это уже начинается паника. То есть вначале излишний оптимизм, теперь прямо излишний трагизм. Лишь бы только сэкономить деньги. В этих условиях, конечно, дела вытаскиваются и будут вытаскиваться дальше. В зависимости, а, от борьбы разных сил перед выборами и по перетягиванию ресурсов, и, во-вторых, в зависимости от того, насколько быстро элита, наконец, испугается и поймёт, что надо как-то вот воровать меньше, потому что денег нет. Мне кажется, что это просто невероятная версия, но я хотела бы спросить гостей передачи, насколько вы согласны с точки зрения Ирины Хакамады, что идёт борьба за последний ресурс перед концом света, и поэтому 30 долларов за нефть – это практически конец света в наших реалиях. И поэтому, значит, это такой сигнал воруйте меньше. Вот Сергей в тоскавьте. Ну, я лично не согласен, потому что, мне кажется, если говорить о коме, это действительно, с одной стороны, богатый регион, с другой стороны, регион с огромным количеством социальных проблем. Та же Воркута, которую надо решать, баланс, который там есть, надо разрешать. История с Псковым – уж точно бедный регион в преддефолтном состоянии, кто-то хочет сместить Турчака и занять этот безнадёжный пост губернатора Псковской области, только тоже очень сильно сомневаюсь, равно как и то, что за Кашиным там стояли какие-то очень влиятельные силы, которые смогли получить доступ к делу, и сложная борьба. Они не согласны с этим, я думаю, что... Но я этого ничего не сказала. Ну, имеется в виду... Ну, вы мне приписали тут такое. Вы же сказали, что Кашин, да, дело Кашина, оно малоинтересное, это речь идёт о борьбе группировок. Я думаю, что вряд ли речь идёт о том, чтобы там пнуть Турчака, а скорее дело идёт просто о том, что, в конце концов, управляемость, полная управляемость, она под вопросом находится. Сергей... Вы знаете, я полностью разделяю... Сергей Скалов, Новая газета. Да, полностью разделяю то, что было сказано, потому что... Кем? Секундочку. Ириной. Ириной, какомат. То есть вы тоже считаете, что идёт борьба за ресурсы? Ну, возможно, за последний, а не за последний вздох, да, но идёт борьба за ресурс. И причём эта борьба за ресурс пошла уже не в каких-то отдалённых, приближённых кругах к президенту, а в ближайших кругах к президенту. А Гайзер – это ближайший круг? Я сейчас вам скажу, Гайзер – это, как бы сказать, это нанятый гейм-менеджер. Что мы имеем в виду, когда говорим про экономику коми? Она уже лет 15 находится под питерскими бизнесменами. Под какими? Под питерскими. Там стоит Питер. Самойлов, все остальные товарищи – это питерские бизнесмены, связанные с делом Рособоронсервиса и со всем остальным. Это питерская элита. Одни её представители. Кто такие турчуки? Это питерская элита. Другие её представители. И надо посмотреть, почему к одним представителям питерской элиты было привязано такое высочайшее снисхождение по подозрению в типическом криминале, а по отношению к другим – высочайшая немилость. Вы имеете в виду Сердюкова, видимо? Нет, не Сердюкова. В данном случае я имею в виду… А у нас ведь питерская элита. У нас не питерских нет уже. Нет. Всё дело в том, что экономические вот эти гигантские ресурсы, которые находятся в коме, пусть там в коме вкупе с социальными проблемами, но ведь где легче всего воровать? В самом нищем регионе, где большое количество социальных проблем. Вот там оно самое замечательное и самое сладкое, потому что постоянно идут дотации на решение социальных проблем, которые никогда не решаться не будут. там находится всё под питерской экономической элитой. Вот, собственно, идёт некое перетягивание каната внутри уже самого… ну, может быть, не самого ближайшего, но одного из самых близких питерских кругов президента. И? Вот что… Объясните мне. Было дело министра обороны Сердюкова. Мы знаем, чем она закончилась. Госпожа Васильева, бедная пострадавшая, вот, а господин Сердюков как был, так остался в смысле… ну, не министра, ну, неважно. Решили проблему. Всё хорошо. Да. Как вы помните, когда арестовывали госпожу Васильева, тоже все госпропаганда показывала комнаты, бриллианты и так далее. И тут считаю, значит, там, сколько-то килограммов бриллиантов, часов… Решили проблему. Решили проблему так. С Ифтушенковым решили по-другому. По-другому. Тоже решили проблему. Я не удивлюсь, если завтра выяснится, что из никакого АПС не существует. А Гайзер, на самом деле, боролся… О клеветали. О клеветали. Да всё может быть. Так же, как и Сердюкова. Помните, сколько шума было у нас? Да. Зато какие-то сиюминутные проблемы были решены финансово в рамках большого скандала вокруг Минобороны. Потоки перенаправлены в другие русла. Проблему решили, все остались при своих. Сейчас мы должны уйти на новости и рекламу, а потом вернёмся и продолжим обсуждение в студиях Москвы. Я не нашёл в 1С счёт, который вы должны были выставить две недели назад. Где он? Есть моменты, которые могут испортить долгожданный отпуск сразу и безвозвратно. Но решение есть. 1С-предприятие от HostX через интернет. Доступ к вашей программе 1С-предприятие с любого устройства и с любой точки мира. Да вот же он, Виктор Иванович. От 18 мая. Точно, я не заметил. Ладно, приятного отдыха. Работайте из отпуска, офиса, дома. Работайте в единой базе 1С. Попробуйте. Две недели бесплатно. HostX. Полный альбас. Ещё раз добрый вечер. 20 часов 35 минут. Здесь в студии «Эхо Москвы». Мы обсуждаем шумные истории последних дней, а именно арест 14-ти человек, правильно я понимаю, в коме или 16-ти. То есть, всё руководство. 19-ти. 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 Под арестом. Под арестом. 15-ти. Двоим ещё не предъявили или двоим ничего. Да. То есть, всё абсолютно руководство коми. Да. И одновременно с этим история с губернатором Псковской области, которого исполнители убийства просто не сумели довести дело до конца Олега Кашина, журналист Олега Кашина обвиняют в том, что они были заказчиками убийства. Макс Трудолюбов, вот вы слышали, значит, точки зрения, которые представили коллеги по нашему обсуждению. Я не могу себе представить, что власть, которая сама построена на коррупции, да, собственно, эта форма коррупции – это способ управления, это способ контроля, да, и так далее, способ решения проблем. Чтобы она вдруг решала, решилась арестовывать губернатора Большой области, потому что вдруг выяснилось, что они незаконно, губернатор и его коллеги, значит, собирались забрать государственные доли в птицефабрике Зеленецкой, в гостиницах «Югор» и «Авалон». Ещё они собирались на молокозаводе что-то украсть, на хлебокомбинате и завод «Железо-петонных изделий». Ну, смешно мне это читать и слушать. Чтобы за это, за то, чтобы… Как губернатор это вообще не делает? Что вы всё-таки… Что вы думаете? Ну, как бы тут нужно знать гораздо больше, чтобы там прям выложить всю фактуру, её просто нет в публичной… Вы думаете, зачем выложить фактуру? Вы занимались тоже авторитарными режимами. Ведь это кейс абсолютно из истории авторитарных режимов. Это проблема подотчётности. Это система, которая, как бы, является… Наша политическая система является пережитком… Пережитка… Пережитка… Система, которая там выросла из советской, уже не первого извода, и система, которая когда-то была там партией и государством, созданным в первой половине XX века, в которой принципиально иначе устроена вся система подотчётности, когда люди, которые занимают должности какие бы то ни было политические или экономически важные, они не отвечают перед обществом, они отвечают перед вышестоящими людьми теми, которыми они находятся все в иерархии и в пирамиде. Это, как бы, принципиально важное отличие, и оно до сих пор… Политическая система в России до сих пор так и устроена, что вся ответственность, она устроена, как бы, и по формальным цепочкам, и, естественно, по всем неформальным, в которые люди включены. Поэтому я и говорил, что там публичные выступления, как бы часто мы об этом не говорили, но публичные выступления, будь то пресса или гражданское общество, там, борцы с коррупцией, в том числе, Алексей Навальный, они, как бы, находятся для этой системы, они внешнее нечто, внешнее явление, которым нельзя доверять, его нельзя принимать напрямую, это может быть, потому что это подозрительно, да, это может создать эффект, сигнал, послать обществу, что общество может влиять. Общество не может влиять, потому что в партии государстве может влиять только, значит, тот, кто над законом. Там давно уже нет ни идеологии, ничего, там есть какая-то система отношений, понятия или что, преступная цепочка каких-то сообществ, которые, значит, этим всем управляют. Ну, вот и действительно пирог уменьшается, это, по-моему, совершенно правильное наблюдение, мы даже большую статью об этом писали месяц назад. Пирог уменьшается, и, как бы, уменьшение пирога экономики, оно сразу же влияет на процессы вот в таком авторитарном государстве. Другое дело, что мы, поскольку оно закрытое, мы не знаем всех подробностей, да, и там, значит, я мог наивно считать, что, допустим, Владимир Якунин – это очень сильные фигуры в этой системе, а как бы по теории полагается, что сильные фигуры, они там должны оставаться долго, и, как бы, выживание диктатора построено на том, чтобы максимально держать, так сказать, сохранять лояльность ближайшего круга. Ну, вот, получается, что Якунин выбыл, например, одним из первых. А дальше… И вы считаете, что это из-за того, что сокращается кусок пирога? Ну, безусловно, это один из факторов, конечно. Ну, конечно. Я вот не верю ни одной секунды. Я абсолютно убеждена, что за отставками людей из путинской номенклатуры, у меня язык не поворачивается назвать их элитой, потому что элита всё-таки предполагает хоть какой-то там взгляд, стратегию, путинской номенклатуры стоит исключительно вопрос лояльности. И я, честно говоря, склонна думать, что проблемы господина и Кунина были связаны совсем не с тем, что слишком много он просил на РЖД денег или слишком мало, или там вдруг вскрылись какие-то коррупционные схемы, про которых раньше было неизвестно, а связаны с тем, что его дети отказались вернуться в Россию, и вот эта нелояльность. Я думаю, абсолютно убеждена, что мы узнаем и о том, что господину Гайзеру говорилось, ты давай свои офшоры закрывай, деньги переводи в Россию. У нас же это, деофшеризация, как известно. Помните про это? А почему у нас деофшеризация? Она у нас потому, что иностранные разведки спят, видите, как свербовать всех наших больших, маленьких и очень больших чиновников. А иностранные разведки, как известно, ведь Путин же у нас из КГБ пришел, они же как только узнают, что где-то вот есть неучтенные какие-то там, неучтенные счета компании и так далее, они же будут этим шандажировать. Поэтому надо, чтобы возвращали деньги в отечество наше бесконечно свободное. А им не хочется. Вот абсолютно убеждена, что мы узнаем, что люди, которые сейчас арестовываются, они виноваты прежде всего в том, что не выполнили указания отца народов вернуть все свои компании, деньги и офшоры в отечество. Что скажете про такую версию? – Я думаю, что это часть той же самой стратегии, я согласна, что этот фактор влияет, но я не хочу отрицать их. – В авторитарных режимах, понимаете, в чем дело? Вы абсолютно правы, Макс, что диктаторы стараются не трогать своих визирий за одним главным и безусловным исключением, если эти визирии перестают быть лояльными. А если они перестают быть лояльными, варианты ведь только тут дихотомия простая, либо лояльные, либо опасные. Как только они перестают быть лояльными, они становятся опасными. Все? – Я согласна, что лояльность, коррупция – это способ покупать лояльность элиты, закрывать глаза. Но я согласна также и с позицией, что при сжатии бюджетного пирога и при длительном, серьезном кризисе, который переплетает все политические риски, внешнеполитические, внутреннюю стагнацию, которая уже накопилась даже до политических рисков. При суженном пироге власть оказывается перед фактом, что мы-то думали, что мы покупаем элиту с помощью управляемой коррупции, а она же не бывает управляемой. Поэтому она из управляемой становится неуправляемой. И это становится заметным, когда денег не хватает. И вот тогда начинаются репрессии по отношению к своим. Потому что это вопрос жизни и смерти. Там же не несет вопрос о том, чтобы развивать малый бизнес, чтобы раздать им там землю. – Малый бизнес, я помню, вы же ими занимались. – Да, провалить он пропадом весь этот средний класс. Пусть он сдохнет вообще и валит отсюда со своими мозгами. Нам нужно накормить бедных. А как нам накормить бедных? Можно только одним способом, сохранив все эти социальные расходы, не трогая свою вот эту коррупированную элиту, значит, нужно их заставить. – Слушайте, ну и уже нет индексации пенсии по инфляции. И понятно, что не будет. Мы видим, на телевизор вернулся Петросян. Вот они и будут сейчас кормить бедным два притопа, три прихлопа. – Нет, все равно надеются. Они понятны, что секвестировать сильно социальные расходы они не хотят. Перед выборами это для них катастрофа. Поэтому сейчас будут повышать налог на добычу полезных ископаемых. И, конечно, одновременно нужны вот такие серьезные судилища, чтобы все вздрогнули и поняли, что у тебя, какой бы ты ни был успешный, лояльный, и даже если ты вместе с президентом ведешь переговоры и выиграл выборы, тебя могут вот так вот хрясь и все, в одну секунду. Это тоже один из способов остановить поток воровства. – Сейчас Сергей сначала Смирнов, потом Сергей Шоколов. – Ну, я как раз считаю, что очень серьезный фактор лояльности, даже не только лояльности, а часто личных отношений. Вот личные отношения, кто-то кого-то обидел, это становится важнейшим фактором. Насколько я осведомлен, примерно такая история случилась с Сердяковым. Личные отношения, личные обиды конкретных людей могли, в принципе, погубить его карьеру там. Вот серьезно, личная. Вполне возможно, что с Гайзером то же самое произошло. Сказал что-то лишнего, неправильно воспринято, там, про кого угодно. И совершенно легко… – Нет, Сердяковым это все понятно было. – Легко такая история произошла. – Сердяков – один из тех этих силовиков, который вошел в ближний круг Медведева. И при операции, значит, смены рокировки, это был, конечно, очень опасный фактор. Тот факт, что Сердяков оказался лоялен Медведеву, сделало его, так сказать, политическим трупом. Но, тем не менее, Сердяков вообще очень хотел уйти, не оставаться. Его, в общем-то, уговорили практически. – Вам кто-то это рассказал. Это бывают такие вещи. Насколько я понимаю, это, Сережа, нигде там раньше даже не лежало. Люди с таких постов не уходят. Вообще не уходят. Туда трудно войти, а туда невозможно быть. – Совершенно верно. Выхода нету, никакой экзоты нету там. Уйти ты никуда не можешь. Ты либо уходишь вперед ногами, либо тебя снимают. Сергей сказал. – Вы знаете, я продолжу ту линию, что начала Ирина, потому что сейчас перед выруемой главная проблема известна социалка. Делиться накопленным в Москве на социалку очень не хочется. Социалка у нас на что повешена? – Да. – На регионы. – Да. – Регионы тоже не хотят делиться социалкой со своим накопленным, да? И, соответственно, ее надо заставить это делать. Региональные элиты должны быть раскулачены. Посмотрите, как изменилась методика решения проблемы с региональными элитами. Вы помните этот челночный дипломатий Ноздратенко, который его снимали? Он то болел, то приезжал, то уезжал. Значит, к нему было претензия. – Вы имеете в виду еще в ельцинские времена? – Нет, почему? – Ноздратенко путинский уже? – Да, конечно. – Приморский край? – Да. – Но это самое начало тогда. – Самое начало. То есть, людям давали возможность приехать объясниться, людям давали возможность признать свои ошибки или вовремя смыться за границу. Сейчас люфта не остается. Это целенаправленная показательная порка. Повод может быть любой, да? Мы тут много вариантов предложили. Но мне кажется, что Москва меняет отношение к региональным элитам и делают это публично. Их надо доить. – Они должны вытащить, грубо говоря, деньги из своих кормушек и накормить собственный народ. – Так кто? – Все руководство. Республики. – Комблинатором. – Зачем? – Опять. Еще тогда вот вы мне объясните. Ну, я тут непонятливая и ужасная просто такая. Снимают всю верхушку губернии. Коми. Зыковский, конечно, край языков. Я все понимаю. И тем не менее, да? И при этом никакой готовой фигуры, которая должен занять место Гайзер, нету. Вспомните, вот, Сереж, ну, Ира-то не помнит, она-то тогда еще в детский сад ходила. А я-то хорошо помню. – Что такое сейчас сказала? Узбекское дело. – Знаете, когда мужики комплиментов не говорят, то бабы между собой трутут. – Ну, конечно, что нам остается. Да. Так вот. Вспомните узбекское дело. Когда снята была вся и посажена верхушка узбекской СССР, СССР, да, республики, по поводу приписок и там воровства хлопка и так далее, тут же у советской власти были тут же, там снимали, сажали там руководителя области, и тут же у нее были готовые замены. Эти ребята ведь тоже из того же времени. Они же все андроповские или близкие к андроповскому и мыслят примерно этими же категориями. – Могу ответить на этот вопрос. – Но почему у них никого нету? Как это может быть, что… – Очевидно, по-моему, эта ситуация как раз аналогична той, которая случилась после смерти Константиновича Черненко. Несколько вариантов выбирают. – Я тоже так думала, почему решили, что никого нету? Я думаю, там очередь стоит просто, там борьба идет за того, кто будет. – Сергей Смурнов, пожалуйста. – Нет, я думаю, очереди реально нет, потому что даже на последних каких-то выборах в каких-то регионах и очень богатых регионах претендентов всего буквально несколько по-настоящему готовых бороться. Думаю, реально выбора нет, и то, что они даже пока никаких источников нет о назначениях, и вот несколько дней их не было, лично меня очень сильно смущает. Я думаю, они не готовы. Просто нет такого человека. Да никто не хочет, продолжаю считать, что никто не хочет и не мечтает прям тут же войти и платить шахтерам в руку. – Зачем арестовали-то, не подготовив… – Неожиданность. – Самолет. – Самолет. – А, это вы самолетик сделали, чтобы напомнить, что они хотели убежать. Максим Трудолюбов сейчас. – Ну, может быть, они хотели, может… – Ну, это бомбардир, да, который нашли, план на покупку которого были убежать. Вот вы это сделали. – Да, если хочешь поехать в отпуск, не забудь купить самолет. – Самолет, да. – Да. И, ну, наверное, они узнали, что люди тоже как-то там информация распространится. Наверное, они уже почувствовали, что надо как-то двигаться, и их решили взять. Я, кстати, я не знаю, я не умею гадать, есть ли там много запасных людей или нет, но я думаю, что люди, конечно, какие-то желающие есть, потому что это в любом случае даже при больших рисках, это, ну, это по-прежнему главное в России, как бы, это источник, так сказать, твоего будущего. Если ты хорошо все сделаешь, если правильно будешь играть, угадаешь, так сказать, правила, какие сейчас будут работать, будешь входить. Естественно, при условии, что ты входишь в правильную, значит, группу, социальную группу, группа общения твоя соответствует тому, что сейчас как бы действует, ну, вот будет там новый, значит, человек, он приведет туда свой клан, то есть там всех племянников, и они еще какое-то время поживут, так во всех таких системах всегда так бывает. У нас больше другого источника, я думаю, надолго не будет. В том-то и дело, у нас же нет другого источника большого серьезного карьерного роста. Вот вы говорите, никто не хочет. А куда они хотят-то? Больше нечего хотят. А потом, вы знаете, молодые выдвиженцы, да, может быть... Да и на рынке свободных хотят, а там вообще пустота, а там пустые. Да, на рынке сейчас не особо. Потом, вот выдвиженцы, да, по советской модели, выдвиженцы, они всегда ведь хотят. Если тебе там 30-35 лет, а что ж ты откажешься пойти губернатором? Это же, ну... Тем более сильно никто не спрашивает. Если кого-то выбрали, решили и утвердили, человек просто вызывает и говорит, все, будешь. Слушайте, ну, Владимир Владимировичу можно в чем угодно поздревать, но только не в том, что этот человек не следит за кадровой политикой. Если кто-то думает, что для него в субботу вечером была такая же неожиданность заявления господина Маркина, то человек просто глупо ошибается. Естественно, все такие... Да нет, нам даже это в голову не просто теряется. Нет, просто получается, что Владимир Владимирович человек, который поднаторил в кадровой политике. И, конечно, у него есть свои варианты. Но мы же прекрасно знаем, что Владимир Владимирович очень любит брать паузу. Да. Это Путин? Да. Когда вы говорите Владимир Владимирович, можно сидеть или надо встать? Пожелание. Значит, он всегда берет паузу. Ему интересно, а какие силовые поля будут крутиться вокруг одного человечка, другого, третьего, четвертого? Кто, за кого будет просить? И вот в этой ситуации мы посидим и послушаем. А ведь, слушайте, на самом деле, будет губернатор завтра в Коми, не будет завтра губернатора в Коми, будет, у него сейчас полгода ничего не изменится. И как с бельгийским правительством, которого полтора года не было, никто не заметил. – Это вот большая разница, Сережа, потому что там есть самоорганизация общества, там есть в Бельгии количество малых бизнесов до хрена, там есть самоуправление территорией. А здесь есть организация потоков и жуликов, которые спокойно работают и безглавных. Даже наоборот, может быть, потоки воровства уменьшатся на этот период, потому что страшно. – Нет, вот эта гипотеза, что Путин сейчас хотел бы сидит и смотрит это кино на тему, кто за кого будет просить, как они там бегают – да, это вот интересная гипотеза. Причем она такая очень киношная, очень графичная история. – Да, это же игра. Вот сидит человек большой, от него зависит все. Ему интересно посмотреть, как они будут шевелиться и сделать выводы. – И как эти муравьи сейчас бегают. – Да. – Кто кому на самом деле предан, да, кто кому на самом деле предан. А это, думал, он там. – Кто бы уже просились, да. – Да. Я-то думала, а она, оказывается, его за этого просит. Как интересно. Мы тут, правда, за это время все загнемся, но не важно, пока они там за нами, не за нами, а за этими наблюдают, более мелкие муравьи будут подыхать. Ну, что делать? – У нас мало остается времени. Тут просто идут все время вопросы на сайт передачи, то есть, вернее, на эти смс. Значит, Вадим спрашивает, а по-вашему Турчак будет сидеть? Это имеется в виду губернатор Псковской области, которого исполнители убийства Кашина обвиняют в том, что он является заказчиком в Турчаке? – Я думаю, что нет. – Я думаю, да. – Да? – Да. – При нашей жизни? – Вполне уверен, что при нашей жизни… – Нет, при нашей жизни может, да, но сейчас нет. – Я думаю, через год-два может перестать быть губернатором. – Да, он слетит. – Вполне вероятно, что он может повторить подвиг других губернаторов в сторону СИЗО, но вот за что – вопрос второй. – Да, точно не за… – А вас не смущает, что пошли серьезные статьи, ребята? Что также, что если раньше такие были статьи экономические… – Ну, 10 не рисовали никому, да. – Я не помню тоже такого. Тут есть вопрос, едят губернаторов, кто будет следующий? – Да их много. – Любой, по-моему, практически. – Любой. – Может быть. – Госкорпорации, но госкорпорации у нас больше. – Не, любой, может быть, конечно. Просто любопытно, как это может пойти… Меня очень занимает вопрос, что появилась тяжелая статья, потому что раньше всегда… – Ну, 159-ка, да? – Да. – И в прошедении служебных полномочий. – Да, да, да. – А тут пошла серьезная статья. – Организованная, да. – Это серьезная статья. – Это значит серьезный страх, серьезные вызовы. Это значит… – Нужно напугать сразу всех надолго. – Да, нужно запугать серьезно, потому что чем больше будет ослабевать внешнеполитическое напряжение, да, как-то начнут договариваться, потому что дальше невозможно, тем больше нужно здесь формировать врага. – Да, из пятой колонны враг сильно не получился. – Колонна маленькая образовалась. – Какая-то колонна вшивая в один список, и все. И всем плевать, они хомяки вежливые, что-то выйдут на улицу, поговорят, неинтересно, не консолидируются. А вот коррупированное чиновничество, губернаторы, вот эту нацию может консолидировать. – Ну что ж, на этой ноте мы, к сожалению, должны заканчивать нашу передачу. Спасибо большое всем, кто принимал в ней участие. Всего доброго. До свидания. Услышимся через неделю. Пока. ПОЛНЫЙ АЛВАЦИ ПОЛНЫЙ АЛВАЦИ